Смотрите сегодня в программе! Crysis! Игра крайне многовариантная! Игроку выдается на руки самодостаточный мир, живущий по голливудским законам! НХЛ-08! Это обернутая в новую коробку версия прошлого года, со слегка поправленными вратарями, обновленными шкурами игроков и кое-чем еще! Портал! Настоящий шедевр! Самая смешная, оригинальная, интересная и стабильная игра за последнее время! Агата Кристи, Evil Under the Sun. Самый сложный момент при разработке такой игры — придумать интересный сюжет. Алоха, братья мои геймеры! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Недавно мы рассказывали о Half-Life 2, эпизод 2, хедлайнере The Orange Box. Сегодня мы поведаем вам о другой игре из этого сборника. Портал, сделанный на том же движке Source, приоткрывает завесу тайны над деятельностью корпорации Apencho Science. Главный герой действия отнюдь не Гордон Фриман, а андроид с симпатичной внешностью. Основную часть игрового времени мы будем проводить в решении головоломок. А единственным подручным средством является генератор пространственных порталов. Да и то не сразу. Жила-была группа студентов из технологического университета Диджи Пэн. В 2005 году эти ребята представили на суд широкой общественности свою бесплатную игру Нарбаклорд Роу. Суть которой сводилась к решению головоломок с проводом персонажа от точки А до точки Б через череду препятствий, используя при этом так называемые чревоточины в пространстве. Когда этот проект попал на глаза большим и серьезным дяденькам из Wealth, они, недолго думая, пригласили студентов в свой штат и дали им зеленый свет на внедрение своей идеи в движок Source. За сюжетную составляющую отвечал штатный сценарист студии Марк Лейдлоу, который и связал действия портал с историей грядущего третьего эпизода Half-Life 2. Системные требования игры таковы. Процессор Core 2 Duo, 1 гигабайт оперативной памяти, 512 мегабайт видео и 12 гигабайт на винчестере. Не удивляйтесь крайней позиции, игра устанавливается только как составляющая The Orange Boxer. Парадоксальность геймплея состоит в том, что чем дальше вы продвигаетесь, тем легче становится играть. Несмотря на то, что сложность заданий возрастает. А дело все в том, что комбинации с движущимися платформами, турелями, энергетическими полями и, собственно, ручным генератором порталов ограничены. А решение той или иной главоломки всегда одно. Нами было замечено лишь одно место, которое можно было пройти двумя разными путями. Вот оно! Это скорее ошибка в архитектуре уровня. Тем не менее, 5 баллов за геймплей. Графический портал Брат-близнец Half-Life 2. Оно и понятно. Source Engine. У него есть свои плюсы в виде идеальной платформы для сноксшибательной архитектуры уровней, так и недостатки в плане небогатого набора полигонов. Однако с трудом можно представить Half-Life 2 в технологической обертке того же Crysis. 4 балла получает портал за графическое оформление. Постоянные наставления компьютера не дают почувствовать себя одиноким в пустынных коридорах, а панические крики турелей, требующие поставить их на место, развеселят кого угодно. В нужные моменты включается нагнетающая обстановка мозочка. Да и вообще, атмосфера игры пропитана постоянным ощущением неизбежной драмы. 5 баллов за звук. Портал – настоящий шедевр! Самая смешная, оригинальная, интересная и стабильная игра за последнее время. Наша общая оценка игры – 5 баллов. Официально подтверждено, что третий эпизод Half-Life 2 будет посвящен козням корпорации Апенча Сайнс. Таким образом, портал является своего рода приквелом к сюжету заключительной серии. Вам надолго запомнится угловатый юмор садиста-опекуна, а говорящие турели развеселят кого угодно. Впрочем, несмотря на всего-навсего 5 часов геймплея, в игре иногда встречаются места, способные поставить в тупик. О некоторых из них мы расскажем прямо сейчас, отвечая на присланные вами вопросы. Первый вопрос. Как мне в 11 уровне добраться до стреляющей пушки? Кеймп! Отвечаем! Это не пушка, а вторая часть вашего генератора порталов. Нужно дождаться, пока оранжевый портал окажется вместе с вами, нажать кнопку и кинуть синий портал в открывшуюся дверь. Вы окажетесь в комнате с энергетическим шаром. С помощью всё того же портала введите его в зал кислотой. Там он активирует платформу. Теперь вы можете переместиться на начальную позицию, дождаться, пока оранжевый портал окажется рядом с платформой, и затем с её помощью добраться до вожделенного апгрейда. Теперь вы можете создавать оба типа порталов. Поздравляем! Начинается самая жара. Следующий вопрос. В 15 локации я никак не могу преодолеть вторую энергетическую преграду. Я до неё не долетаю. Помогите! Помогаем! Да, это несколько модифицированная версия первой преграды. Тут половина поля не контакта с порталом. Но слева от входа есть небольшая комнатка с углублением. Решение достаточно нетривиальное, и впервые встречается именно здесь. Речь идёт о стрельбе в полёте. Короче говоря, кидаете синий портал на платформу под потолком, а оранжевый в то самое углубление в соседней комнате. Подаете в него, и в момент вылета кидаете ещё один оранжевый портал в точку предполагаемого приземления. Таким образом, при повторном вылете из синего портала вы окажетесь по ту сторону энергетического барьера. Пару лет назад появилась адвенчура по мотивам произведения Агаты Кристи. За основу была взята история самого знаменитого детектива Эркюля Пуаро. Первая часть называлась «Агата Кристи, and then there were none». Про игру звучали в основном только положительные отзывы, и она была признана как добросовестная и интересная разработка. При этом вторая серия игры от этих же разработчиков, Агата Кристи, «Murder on the Orient Express», с треском провалилась. Сегодня мы предлагаем вам обзор третьей игры по мотивам знаменитой писательницы. В прошлых сериях расследований от Агаты Кристи нам никак не удавалось управлять самим Эркюлем Пуаро. В новой же серии, наконец-то, Пуаро будет бодр и весел и сможет принять участие в расследовании. Правда, и на этот раз управлять его действиями мы не будем, а управлять нам придется капитаном Гастингсоном. Типа, Пуаро уже раскрыл это преступление и решил проверить, справится ли Гастингс. Игра поступила в продажу 15 октября 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео, а также 2 ГБ на жестком диске. Может быть, это вас удивит, но игровой процесс обходится без всяческих пазлов и головоломок. Вместо этого мы постоянно ходим по острову и общаемся с персонажами игры. То есть из всего набора действий детектива нам достаются только беседы и подслушивание чужих разговоров. Существенно изменен интерфейс. К счастью, в сторону облегчения управления. В остальном же игра состоит из перемещений по локациям и поисков активных областей экрана. 3 балла. За геймплей. Все-таки это скучная игра. Внешняя игра также не может побаловать искушенных геймеров. Здесь нет никакого навороченного 3D и ярких спецэффектов. Локации сделаны примитивно, но при этом очень красиво. И главное, все прорисовано до мельчайших деталей. Кривая анимация персонажей, не очень хорошая режиссура, все это больше вызывает сочувствие, чем интерес. Наша оценка внешних данных игры – 3 балла. В игре Агата Кристи Murder on the Orient Express разработчики использовали голос актера, который озвучивал Пуаро в британском сериале. К сожалению, в этой версии игры нам придется обойтись без него. А вот с мудочкой-то у композиторов что-то не вышло. Какая-то она однообразная и скучная. Наша оценка звукового сопровождения – 3 балла. Не то, чтобы эта игра получилась плохой, или наоборот, хорошей. Про нее можно сказать так, что крупных недостатков, как в предыдущей серии, здесь нет. Но до уровня качественной адвенчуры она не дотягивает. Наша общая оценка игры – 3 балла. Самое сложное в этой игре – сделать хороший сюжет, который, как и в предыдущих двух частях, был полностью переделан Ли Шелдоном. Насколько это понравится тем, кто читал оригинал, сказать сложно. Но пройти игру до альтернативного финала стоит. И еще один важный момент. Наконец, мы смогли поиграть за самого Пуаро. Ведь в прошлых частях было ощущение, что его нет в игре вовсе. Короче, тем, кому эта игра понравилась, советуем посмотреть наши ответы на вопросы о прохождении. Первый вопрос. Помогите мне пройти место, где нужно что-то сделать птицей. Я не понимаю, где мне найти то, что нужно. Отвечаем. Попробуй сходить на пляж. Там ты найдешь то, что тебе нужно. Следующий вопрос. Я выполнил все задания во второй главе. И у меня есть только две карточки. И мне нужно подслушать двух чуваков. Где в них найти? И что дальше делать? Отвечаем. Поищи их в отеле. Дальше нужно послушать их, и все получится. Следующий вопрос. Я прохожу пятую часть, и не могу найти гренадин. У меня есть пустая бутылка, но нет стакана. Отвечаем. На самом деле нужно пойти в магазин в городе и купить там бутылку с сиропом. Смотрите во второй части программы. Крайсис. Игра крайне многовариантная. Игроку выдается на руки самодостаточный мир, живущий по голливудским законам. НХЛ-08. Это обернутая в новую коробку версия прошлого года со слегка поправленными вратарями, обновленными шкурами игроков и кое-чем еще. Смотрите во второй части программы. НХЛ-08. Это обернутая в новую коробку версия прошлого года со слегка поправленными вратарями, обновленными шкурами игроков и кое-чем еще. Крайсис. Игра крайне многовариантная. Игроку выдается на руки самодостаточный мир, живущий по голливудским законам. Есть некоторые вещи, не меняющиеся с ходом времени. Это восход солнца каждое утро и конвейер под названием Electronic Arts. Вот уже на протяжении более 10 лет, каждую осень, а не как заведенные, исторгают из своих недр очередные серии спортивных симуляторов. Сегодня речь пойдет об НХЛ за номером 08. Для тех, кто проспал последнее десятилетие, сообщаем, что это спортсим, посвященный трудовым будням НХЛ и не только. По сути, единственный представитель жанра, а поэтому из года в год не теряющий своей популярности. В цинизме, как и во всех областях человеческой деятельности, есть свои чемпионы. На данный момент название самых отмороженных цинников игровой индустрии серьезно претендует только один коллектив – Electronic Arts Canada – бессменный разработчик серии НХЛ. Если версии 2007 года от НХЛ 2006 года отречалось мало, то НХЛ 2008 от них, обеих, можно сказать, вообще ничем не отречается. Минимальные системные требования игры таковы. Процессор Pentium 4 – 1,3 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 64 МБ видео и 3 ГБ на жестком диске. Вообще, если брать последние лет пять, то самой революционной игрой серии осталась НХЛ 2004. Именно тогда впервые появился режим «Династия» – продвинутая физика с реалистичной моделью катания и новый графический движок. Также разработчикам удалось нащупать неплохой баланс между защитой и нападением и придать смысл борьбе в средней зоне. Исправленная модель поведения вратарей – пожалуй, единственное улучшение геймплея в версии этого года. Во всем остальном – все такой же застой, как и год назад. Двойка за геймплей. С графикой, понятное дело, все очень печально из-за идентичности графических движков. Но это ведь, увы, еще не все. Отличия от НХЛ 07 отсутствуют даже в роликах на движке. То есть художников, надо понимать, в проекте не было вообще. Что, впрочем, не помешало разработчикам напихать собственные морды и характеристики свободным агентам. Тройку за графику. В звуковой составляющей традиционно силен саундтрек. И это чуть ли не лучшее, что есть в НХЛ 08. Спецэффекты и комментаторские реплики, конечно же, уже не цепляют, как раньше, но со своей задачей создания атмосферы большого хоккея худо-бедно справляются. Четыре балла получает сегодня НХЛ 08 за звуковое сопровождение. «Неужели так все плохо?» – спросите вы. Да, все так плохо. НХЛ 08 – это обернутая в новую коробку версия прошлого года со слегка поправленными вратарями, обновленными шкурами игроков и новым набором лицензированных саундтреков. Два балла за игру. С каждой новой серией рассказывать об НХЛ, как, впрочем, и о FIFA, и о Maiden NFL, становится все утомительнее. Ведь если мы вспомним о пресловутой ценности для жанра, то этот показатель для всех перечисленных игр с каждым годом все ниже и ниже. Однако, в этой бочке-дегте есть своя ложка меда. Три дня назад из-под пера все той же Electronic Arts вышла Need for Speed Pro Street, о которой мы расскажем в следующем нашем выпуске. Проект такого же конвейерного типа, но совсем иного качества. А пока что ваши вопросы и наши ответы по игре НХЛ-08. Первый вопрос. Я слышал, что в игре возможно действовать непосредственно вратарем. Как бы с видом из глаз. Не подскажете, где включить этот режим? Отвечаем. Действительно, в анонсах игры одно время мелькала такая фича, но в финальный релиз, к сожалению, она не попала. Как и прежде, ручное управление вратарем доступно по кнопке паса, но оно ничем не отличается от манипуляций другими игроками. Следующий вопрос. Какие игровые режимы представлены в НХЛ-08? Отвечаем. Суповой набор все тот же. Это традиционные династи, сезон 2007-2008, национальной хоккейной лиги, мировой турнир с сильнейшими сборными и парочка весьма забавных режимов, парелизм которых проявляет себя главным образом в мультиплеере. Это Free For All и Shoot Out Minigame. Суть их весьма проста. Есть четыре игрока нападения и один вратарь, который управляет компьютером. Выигрывает тот, кто забьет больше шайб за определенное количество времени. Различие режимов заключается в том, что во Free For All игра идет без остановок и на поле присутствуют одновременно все пять участников действия. А в Shoot Out Minigame происходят дуэльные схватки а-ля булиты. Для настоящего прорыва любой индустрии всегда требуется локомотивный продукт, после которого ситуация меняется радикальным образом. И все понимают, что так, как раньше, уже не будет никогда. Строго говоря, шутеры от первого лица существовали и до появления Doom. Но только в 1992 году стало очевидно, как их надо делать. Сегодня жанр находится в схожей ситуации. Несмотря на трижды провозглашенное пришествие Нексгена, мы до сих пор не видели ни одной игры, которая использовала бы возможности наших, дорогостоящих компьютера для извлечения принципиально нового игрового опыта. И тут на сцену выходит игра Кризис. Роскошный экшен, который выглядит и играется, как ни одна другая игра на планете Земля. Сюжет игры начинается с того, что в недалеком будущем на неизвестный тропический остров приземляется гигантский метеорит. Туда же в рекордные сроки высаживается Северная Корея, солдаты которой оцепляют периметр и разбивают временную базу. Следом за корейцами США направляют Джека Дана, облаченного в нано-костюм, последнюю разработку Министерства обороны. Когда Джек прорывается к астероиду через корейские войска, происходит удивительное. Предполагаемый кусок космической породы насылает на весь остров натуральный арктический холод, замораживая всех, включая подданных Северной Кореи. Главный герой Джек остается в живых исключительно благодаря своему нано-костюму. Далее, вслед за холодом из межгалактического троянского коня вылезают пришельцы и начинают порабощение землян. Системные требования. Процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Crysis займет 12 ГБ. Геймплей Crysis базируется на двух основополагающих моментах. Нано-костюм и тотальная разрушаемость. С последним все просто. Тут действительно можно разломать практически все, что попадется под руку. Главный герой облачен в дорогостоящую помесь бронежилета и водолазного комбинезона. Обмундирование обладает собственным запасом энергии, которую можно направлять на один из четырех показателей. Броня, скорость, сила и невидимость. Кроме этого, Crytek смогли очень тонко настроить искусственный интеллект. Благодаря этому с противниками получается вести очень любопытные игры в прятки. Враги обладают слухом и активно реагируют на шуршание в близлежащих кустах. Пятерка за геймплей. Что касается графики, то Crysis миксует честную физику разрушений с абсолютно киношными приемами. Тех средств взлетают на воздух от одного меткого выстрела в бензобак. Здесь все работает как хорошо поставленный голливудский боевик. Своим внешним видом Crysis больше напоминает интерактивное кино, нежели простую компьютерную игру. Пять баллов за графику. Crysis заставит ваших соседей думать, что вы сутки напролет смотрите боевики. Погружение в игровую реальность благодаря профессионально режиссированным аудиоэффектам происходит моментально. Пять баллов за звук. Crysis. Игра крайне многовариантная. Игроку выдается на руки самодостаточный мир, живущий по голливудским законам. Но при этом авторы совсем не стесняются терминов тактика и даже планирования. Одним словом, твердую пятерку получает сегодня Crysis. Представители Electronic Arts очень правильно называют кризис игровой площадкой. Это традиционный вроде бы шутер, но любая задача здесь решается несчетным количеством способов. Что особенно приятно, единственного верного решения не существует. Именно поэтому сегодня советы по прохождению вам даст ведущий программист компании Crytek, принимавший непосредственное участие в разработке игры. Нанокостюм Вопрос. Как правильно пользоваться нанокостюмом и режимом невидимости? Ответ. Нанокостюм – центральный элемент игры. С его помощью вы можете включать режим невидимости и незаметно подкрадываться к противнику. Теперь находясь в режиме невидимости, я могу попытаться прокраситься незаметно. Когда я нахожусь в режиме невидимости, у меня тратится энергия. И я не могу беспрерывно находиться в этом режиме. Когда я начинаю стрелять, они сразу же замечают меня, потом выключается костюм, выключается невидимость. Вопрос. Что делать, если у меня кончились патроны? Как в таком случае мне может помочь нанокостюм? Ответ. Вы можете использовать любые подручные предметы, даже самые тяжелые и массивные при помощи режима силы нанокостюма. Можно также брать разные предметы и пытаться использовать их как оружие. Попасть сложно. Обычно большие предметы можно использовать, особенно в режиме силы. В режиме силы я могу брать более тяжелые предметы и пытаться попасть. Или я могу переключиться в режим силы, допустим, подбежать к нему. Если меня не убьют, смотрите, его там и на швырнуть. Также нанокостюм имеет режим скорости. Если у вас вдруг кончились патроны, вы можете необычайно быстро покинуть опасный участок и восстановить боезапас. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok